Профессиональное образование Беларуси подтверждает уровень 17 призовых мест. Везет наша команда из Казани на международном турнире WorldSkills. Полтысячи студентов колледжа и вузов соревновались по 50 направлениям. Вместе с беларусами свое профессиональное образование презентовали команды из России, Казахстана, Израиля, Финляндии и Марокко. По такому составу участников организаторы именовали конкурс WorldSkills СНГ+. Отмечу, что Казань это только этап. Мировой турнир в августе примет Бразилия. Какие специальности Беларусь представит на WorldSkills в Сан-Паулу, знает Катерина Шибко. Этот манекен, это сейчас представлен вечер. До этого я ее стригла, окрашивала и делала укладку. Олеся Назарова на WorldSkills в Казани участвовала в номинации парикмахерское мастерство. За 4 дня по заданию международного конкурса необходимо было сделать 8 причесок. Практически для каждой новое окрашивание. Эксперты оценивают даже то, насколько цвет волос сочетается с выбранной укладкой. В чем сложность? В том, что когда красишь, нужно сделать плавный переход. У меня сейчас здесь красный, идет оранжевый, желтый. Это все должно плавно переходить от одного цвета к другому. Конкурс профессионального мастерства WorldSkills проходил на территории Казанской ярмарки. Это более 20 тысяч квадратных метров. Организаторы для участников подготовили 6 павильонов. Некоторые из них находились под открытым небом. На одной такой площадке соревновались механизаторы. Своё мастерство они демонстрировали на примере белорусских тракторов. По словам экспертов, именно эта техника во всех учебных программах считается основой. Суть нашего конкурса заключается в следующем. Эксперты в некоторых модулях вносят неисправности, которые конкурсант должен обнаружить, устранить и произвести успешный запуск двигателя. Из 50 возможных специальностей наши участники соревновались в 17 номинациях. Вместе с белорусами своё профессиональное образование презентовали команды из России, Казахстана, Финляндии, Израиля и Марокко. Исходя из такого состава, организаторы именовали конкурс WorldSkills СНГ+. Для каждой делегации, признаются эксперты, эти соревнования в Казани – серьёзный подготовительный этап к мировому первенству, которое пройдёт уже в августе в Бразилии. Более полутыщи участников соревнуются в конкурсе WorldSkills. Наша страна – одна из самых молодых участниц этого движения. Мы к нему присоединились менее двух лет назад, но при этом в Казань прибыли с самой большой делегацией. 45 человек соревнуются по 17 направлениям. Это ребята, которые победили в первом национальном конкурсе WorldSkills. Он проходил в прошлом году в белорусской столице. И уже тогда участники, набравшие самое большое количество баллов, начали подготовку к международному турниру. Стажировку проходили в том числе и за рубежом, на крупнейших предприятиях Европы. Перед этими соревнованиями прошли стажировку и во Франции, и в Соединённых Штатах, и в Ирландии, и в Финляндии, и в Германии. То есть мы пытались всех членов сборной команды республики постажировать в разных странах для того, чтобы они могли соответствовать тем задачам, которые ставят перед ними соревнования. И цель не просто занять призовое место. Задача куда глобальнее – сломать стереотип о рабочих профессиях. Со вступлением в баллонский процесс к этому вопросу особое внимание. Один из главных постулатов Образовательного Союза – формирование профессиональной элиты. Я думаю, следующий шаг – это всё-таки обновление наших программ с учётом мировых требований. Наиболее проще – это увидеть, я считаю, на соревнованиях «Олдскилл». И в первую очередь ставку сделать на тесное сотрудничество с работодателем. Ведь вопрос профессиональной подготовки кадров должен волновать не только педагогов. Практика в Финляндии у студента, независимо от профессии, на рабочем месте минимум 20 недель. Во многих случаях место стажировки становится будущим местом работы. Мы тесно сотрудничаем с бизнесом. 60% школьников в Финляндии выбирают рабочие специальности. К «Олдскилл» они присоединились более 20 лет назад. Это движение, признаются специалисты, с одной стороны, помогает поднять престиж профессионального образования, с другой – возможность объективно посмотреть на себя со стороны. Видно, что белорусы приехали на конкурс с хорошей мотивацией. Они готовились и знают, что делают. Белорусская профессиональная школа сегодня идет во многом впереди многих учебных заведений России. Я бы сказал, что в области мехатроники, в области машиностроения, приборостроения, в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Ну, не говоря уже о сельском хозяйстве. Результаты турнира «Олдскилл» с СНГ-плюс в Казани организаторы объявили лишь накануне вечером на церемонии официального закрытия. Информация даже для экспертов в одной номинации была конфиденциальна. Свои выставленные баллы жюри отправляли в специальный центр электронной обработки данных. Белорусы взяли награды по каждой из представленных специальностей. 16 ребят завоевали серебро, а в номинации дизайн одежды Ольга Закревская удостоена золотой медали. У нас же все наглядно, видно, какая качество юбка, какой декор и какая наколка. И вот по таким критериям я смотрела, как там, что там. Ну, думала, что где-то там должно быть. Сейчас наша команда будет готовиться к чемпионату в Сан-Паулу. Белорусское профессиональное образование на мировом конкурсе. А это более 70 стран-участниц планируют представить по этим же 17 специальностям. В главном эфире Катерина Шибкоя, Виктор Шпак, Татарстан, Казань.